Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Тема сегодняшнего видеоролика – вентиляция в мансардной кровли. Прежде чем рассказывать о работе вентиляции, я хотел бы ответить на вопрос, для чего же вообще нужна эта самая вентиляция. На самом деле вентиляция в мансарде выполняет целых три пункта. Итак, пункт номер один. Мы с вами знаем, что практически во всех мансардных крышах используется такой вид утеплителя, как минеральная или каменная вата. Мы с вами знаем, что как бы мы суперидеально не делали бы пароизоляционную пленку, пар все равно проскочит и попадет в утеплитель. И задача вентиляции – создать такой воздушный поток, с помощью которого эти пары, которые у нас будут в утеплителе, они практически все из утеплителя вышли бы. И, конечно, эта система будет работать, если у вас сверху идет правильная пленка, диффузионная мембрана, потому что в обратном случае, если вы будете использовать обычную гидроизоляцию, то пар у вас останется в утеплителе, и конструкция придет в негодность. Поэтому обязательно диффузионная мембрана, качественная вентиляция, те пары, которые у вас в утеплителе, они из утеплителя будут выходить, и наша система мансардной кровли будет работать правильно. Задача номер два. На обрешетке, на контррейке, на кровле может образоваться конденсат, и вентиляция должна создать такой воздушный поток, который этот конденсат будет сушить. Задача номер три. В сильную жару кровля, особенно если это металлическая кровля, например, металлочерепица может нагреваться до температуры 70 градусов, представьте себе, какой тепловой поток будет воздействовать на нашу мансарду, будет воздействовать на гидроизоляционную пленку. Если эта гидроизоляция не очень качественная, то от такого термического давления эта гидроизоляция даже может разрушаться, поэтому воздушный поток эту температуру и это давление будет снижать. Как эту вентиляцию сделать? Конечно, нужно делать ее системно. Первое это карнизный свес. В карнизном свесе у нас воздух заходит, дальше идет контррейка. По контррейке воздух из карниза идет в конек, и, соответственно, в коньке этот воздух выходит. Давайте по порядку каждый из этих пунктов разберем. Значит, карнизный свес. В карнизном свесе мы должны обратить внимание на одну очень важную деталь – это гидроизоляционная пленка. Гидроизоляционная пленка у нас может быть оборвана, например, в середине карнизного свеса, а может быть доведена до конца карнизного свеса. Например, если мы рассматриваем вариант с гидроизоляционной пленкой, которая оборвана в середине карнизного свеса. В этом случае мы можем делать вентиляцию через софиты. Возьмем, например, с вами полностью перфорированный софит. Через него в нужном количестве воздух будет заходить подкровенное пространство, и, соответственно, у нас будет правильная и качественная циркуляция воздуха. Сделаю небольшую ремарку. Не все софиты, даже полностью перфорированные, подходят для качественной вентиляции подкровенного пространства. Поэтому, если вы выбираете, например, пластиковый софит, то у производителя желательно уточнить. Но, допустим, в нашем случае мы выбрали с вами правильные софиты, и в нужном количестве у нас воздух попадает в подкровенное пространство. Например, если у вас деревянная обрешетка или планкин, и нету зазоров никаких, тогда в этом случае необходимо сделать по периметру карнизного свеса, сделать вентиляционные решетки. Через них также в нужном количестве воздух будет попадать в подкровенное пространство, и у нас будет качественная и хорошая циркуляция воздуха. У этого решения есть минус. Минус состоит в том, что, например, если крыша у вас свежая, строители делают какие-то работы, есть какой-то строительный мусор, этот строительный мусор по пленке со временем может спускаться вниз в карнизный свес и попадать на вот эти вот вентиляционные отверстия. Соответственно, он может эти вентиляционные отверстия загрязнять, и в нужном количестве воздух у нас попадать не будет. Есть еще другой вариант, это на кровле образуется конденсат. Этот конденсат опять же попадает на пленку, по пленке стекает опять в карниз. Какая-то вода, которая там может внизу быть, она может замерзать, то есть ледяная корочка может перекрывать вензазоры. Также могут в карнизном свесе висеть сосульки, такое тоже иногда бывает. Поэтому этот такой вариант, ну, не стопроцентный. Если, например, мы с вами берем и гидрозолюционную пленку доводим до конца карнизного свеса, в этом случае тогда мы через софит уже воздух не можем запускать, потому что пленка наша, наша диффузионная мембрана, она воздуха непроницаема. Здесь я тоже хочу сделать небольшую ремарку, потому что у меня уже есть видеоролик, в котором я рассказывал о устройстве карнизного свеса, и там были товарищи, которые говорили о том, что я не прав, как такое может быть, если, например, молекула воды, она же больше, чем молекула воздуха, как она может проходить через пленку, да, а воздух не может проходить. На самом деле практически любая диффузионная мембрана, она может быть воздухопроницаемой, когда она находится в лаборатории, ее испытывают. Тогда, да, в этом случае она может быть воздухопроницаемой. Но на самом деле любой производитель пленку старается делать воздухонепроницаемой, и это очень важно, чтобы пленка была именно воздухонепроницаемой. Почему это важно для производителя? Потому что, как я уже говорил ранее, утеплитель, который используется в мансардной кровле, это либо минеральная, либо каменная вата. Соответственно, воздух, который там находится в утеплителе, в волокнах, он является утеплителем, и он в этих волокнах неподвижный. Если воздух будет подвижным, тогда утеплитель уже не будет утеплителем. Тогда от него толку не будет никакого. Поэтому задача гидрорезоляционной пленки сделать так, чтобы воздух не попал в утеплитель. Почему производители говорят, что важно проклеивать стыки? Не потому, что туда какая-то вода может как-то в этот нахлёст затечь. Нет, не для этого. Обязательно нужно проклеивать гидрорезоляцию в мансардной кровле, чтобы воздух не попал в утеплитель, и не было в утеплителе движения воздуха. Иногда даже бывает такое, когда, например, стыки утеплителя делают не в разбежку, не в шахматном порядке, а делают в одном месте. Или у вас двойная стропила, и в двойных стропилах происходит рассыхание, образуется какая-то щель, и холодный воздух попадает в стык пленки, попадает в эту щель, и на пароизоляционной пленке образуется конденсат. Вот поэтому, чтобы не было вот этих вот таких процессов с образованием конденсата, обязательно нужно пленку проклеить, и чтобы эта пленка была максимально воздухонепроницаемой. Конечно, если, например, в карнизном свете установить какие-то супертурбины, которые будут нагнетать воздух, то, наверное, в этом случае воздух, может быть, и попадет в подкровельное пространство. Но так как, если мы говорим, стандартный вариант, что воздух все-таки попадает в подкровельное пространство конвективным образом, в этом случае он через пленку 100% не пройдет. Вы даже сами можете проэкспериментировать, взять какой-нибудь кусок диффузионной мембраны, ну, желательно качественной, в нее подуть, да, и вы убедитесь в том, что она воздух не пропускает. Соответственно, как тогда нам запустить воздух в подкровельное пространство? Это делается очень просто. Это делается через торец. С торца есть, мы можем сделать вензазор, то есть пленка доведена до конца свеса, там устанавливается, есть такая деталь, называется капельник конденсата, это гидрорезоляционная пленка, обязательным образом к этому капельнику приклеивается. Это тоже очень важно, потому что если ее не приклеить, иногда бывает такое, что сильные потоки ветра могут эту пленку приподнимать, она может и стучать, то есть доставлять дискомфорт своим звукам, такое тоже иногда бывает. А бывает, что она просто встает в таком вот состоянии и перекрывает вензазор. Соответственно, воздух, опять же, в нужном количестве у нас в кровлю нашу попадать не будет. Поэтому обязательно ее специальной лентой или специальным клеем обязательно нужно проклеить. Дальше мы устанавливаем вентиляционную сетку от насекомых, таких как, например, осы или от птиц, потому что осы и птицы могут в виде гнезда, соответственно, пленка будет разрушаться, и плюс гнезда, опять же, будут перекрывать вентилируемый зазор. Дальше вот очень важный момент – это водосточная система. Обязательно в этом случае водосточная система устанавливается на длинных крюках, вот, чтобы желоб был выше, чем вензазор. Если, например, мы желоб устанавливаем ниже вентилируемого зазора, то иногда бывает такое, что в желоб попадает снег, попадает лед, и у нас вентилируемый зазор наш, он перекрывается, и опять же, в нужном количестве воздуха у нас подкровельное пространство попадать не будет. Поэтому в этом случае у нас желоб должен обязательно висеть выше вензазора, у нас в нужном количестве воздуха обязательно будет подкровельное пространство попадать, 2 сантиметра на 1 погонный метр, так написано в СНИПе, или 200 квадратных сантиметров на 1 погонный метр. Вот этот минимум нам обязательно нужно добиться. Дальше. Какой минус есть у этого варианта? Конечно, это его трудоемкость и стоимость. Если в первом варианте нам половину деталей не нужно, сетки не нужны, капельник конденсата не нужен, пленку приклеивать не обязательно, водосточку мы можем сделать на коротких крюках, это, ну, с моей точки зрения, в несколько раз проще, чем делать ее на длинных крюках. Но мы с вами получаем не 100% решение. Что нам говорит вообще по этому поводу СНИП? СНИП бывает тоже, я находил разные варианты, но более ранние, скажем так, варианты. Там сказано о том, что гидрорезолюционную пленку, если у вас гибкая черепица, или кровля со сплошным деревянным основанием, ее можно обрывать в середине карнизного свеса, то более современные, скажем, редакции, например, начиная от 2016 года, там уже даже гибкая черепица, гидрорезолюционная пленка, она доводится до конца карнизного свеса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!